Всем привет, друзья! С вами я, Гост, и мы продолжаем смотреть различные моды для GTA 5. И сегодня мы с вами попытаемся в очередной раз выжить во время крупнейшего апокалипсиса в GTA 5. Совсем недавно власти Лос-Антоса организовали специальное место, куда может прийти абсолютно каждый человек, кто сумел пережить этот апокалипсис. Ну и, конечно же, дождаться его конца в этом месте. Я надеюсь, ребят, что это место до сих пор у нас держится на ногах, потому что находится оно очень далеко, примерно где-то в этой части карты. То есть добираться до туда будет очень тяжело, друзья. У нас есть огромная пачка проблем, которые мы с вами должны будем преодолеть для того, чтобы добраться до Ковчега. Это, во-первых, пережить как-то вот это огромное цунами, то есть переплыть его по этим огромнейшим волнам. Конечно же, как-то укрыться от метеоритного дождя и найти самолет. Наверное, кто-то из вас скажет, что самое ближайшее место это аэропорт. Но, ребята, я спешу вас расстроить. Аэропорт сейчас просто затоплен. Там невозможно найти ни единого транспорта. Там все взорвано и все покрыто огромнейшим слоем воды. Поэтому, ребят, у нас с вами самый-самый плохой вариант. Это добраться до военной базы, на которой вот 100% имеется и самолет, и вертолет, и прочие средства, которые нам помогут во время нашего пути. Само собой, нас будут пытаться убить военные, потому что это засекреченная база. Но, друзья, мы с вами будем должны это сделать 100%. Я надеюсь, что у нас все получится, ребятки. Ну и, конечно же, надеюсь на вашу поддержку. Потому что вот этот ролик выходит только благодаря тому, что под прошлым роликом с той же тематикой набралось большое количество лайков. Поэтому, ребята, прямо сейчас, если вы еще не поставили лайк, то обязательно его ставьте. Потому что, если тут будет много лайков под этим роликом, то я запишу еще один такой видосик в скором времени. Так что, ребята, спешите. Офигеть, это просто капец. Вы посмотрите. Реально, самолет просто тут завис. Ну-ка, стоп, он взорвется? А, он был не взорван. Так, а вот это уже интересно. Ну ладно, ребятки, давайте думать, как отсюда выбираться. Выход отсюда один, это прыгнуть в эту воду. Но, ребята, мне кажется, что мы с вами не выживем. Во всяком случае, давайте попробуем. Так, ух ты, ух ты, я выжил. Летей, кстати, не нужно было много. Поэтому, друзья, давайте начинать уже плыть. Плюсом тут летают везде камни огромные. Это что было? Я не понял. Мы с вами, мы с вами просто упали под водой. Или что такое произошло, ребята? Ладно, во всяком случае, давайте, короче, просто плыть вперед. Вроде как дыхания мне пока что хватает. Но его уже мало. Так, Франклин, братан, давай всплывай. Я не знаю, как мы это будем делать, друзья. Волны огромных размеров. Я даже не могу вздохнуть. Как это сделать? Вот, я, я, я смог вроде как выдохнуть и вдохнуть нового воздуха. Так, Франклин, братишка, давай ныряй. Ныряй, пожалуйста. Он не хочет нырять. Мы будем плыть прямо по этим волнам. Так, блин, братан, всё, молодец, я нырнул. Я не хочу плыть сверху, потому что там летают камни. Если в нас попадёт камень, и это уже произошло, то мы умрём. Но вроде как меня сильно не зацепило, ребят. Сразу же скажу, что я не бессмертный. Давайте я вам сразу же продемонстрирую. Вот, всё отключено. Никаких годмодов и прочего. Мы с вами, ребята, можем умереть в прямом смысле этого слова. Поэтому давайте быстрее отсюда выбираться как-нибудь. Нужно добраться уже до суши и попробовать найти себе транспорт. Ребятки, спасение близко. Я смог выплыть из этой огромной волны, но меня по-прежнему догоняет. Чёрт, меня только что взорвали. Я выжил. Я выжил, друзья. ХП стало меньше, но я жив. Это главное. Волны до сих пор очень большие. Мне приходится в некоторых моментах даже плыть, как вы видите. И сейчас нужно будет каким-то образом найти тачку. Грёбаные метеориты. Вы взрываете машины, и они врезаются прямо в меня. Так, тихо, тихо. Ох, нифига-то метеорит был. Так, ребятки, ребятки, быстрее. Нужно срочно взять тачку. Так, ты, стойте, стойте, блин. О, ой, ой, ой. Это не я, это не я. Извините, ребятки, это не я. Я их взорвал так, поэтому давай вот эту возьмём. Вот эту берём, за мной это уже копы. Отлично. Копы это, блин, всегда хорошо. Меня удивляет, что во время такого хаоса копы ещё умудряются поехать за мной. Какой это бред, просто бред. Вы, блин, устраните этот апокалипсис. Вы посмотрите, что вообще происходит в Лос-Антосе. Мне дали одну звезду за угон машины и убийство. Но, ребятки, у нас есть сейчас шанс с вами проехать во время этого хаоса. Чёрт, давай, давай. Вот машины со всех сторон на меня летят. Это просто, знаете, как в каком-то, я не знаю, американском блокбастере. Просто когда реально апокалипсис, и в тебя все врезаются. Что это было? У меня отлетели две двери. Как я еду? Куда они... Что такое? Ладно, фиг с ним, короче. Я каким-то образом теперь опять с дверьми. Что это только что было, ребятки? Я вообще не понял. Ну ладно, мы с вами, короче, едем к военной базе. Сейчас главное до неё добраться. Потому что везде все мешают мне, и все пытаются в меня врезаться. Плюсом эти метеориты изредка меня зацепляют. Что? Какого фига? В меня прилетел метеорит? Я уже слова путаю. Серьёзно? Я... Я вроде как пока что жив. Машинка не взорвалась, ребятки. Это очень радует. Поэтому, поэтому давайте ехать к военке. Друзья, ситуация маленько хуже, чем я думал. Оказывается, что здесь тоже волны. И оказывается, что добраться до военочки у нас, походу, не получится. Плюсом у меня сломалась машина, ребятки. И сейчас у нас реально большие проблемы. Чё, блин, делать? Военки просто, блин, нету. Так, окей, давайте посмотрим карту. Куда мы сейчас с вами можем добраться? Так, Грачилиад где-нибудь нифига. Так, а здесь тоже нифига. На этом аэропорту невозможно найти никакой транспорт для полёта. И, в принципе, места заканчиваются. Ох, друзья, я так полагаю, что добраться до туда получится только при помощи какого-нибудь вертолёта. Поэтому, друзья, я буду вынужден себе заспавнить вертолёт. Это будет, конечно же, нечестно, друзья. Но, блин, я не могу туда попасть. Как это сделать? Давайте, знаете, что попробуем. Мне вот просто очень интересно, если я себя сейчас... Ох, я жив, я жив до сих пор. Вот это круто. Если я себя попробую сейчас так вот перенести на военку, на меня нагрятся копы или нет? Вот мне реально просто интересно, будет ли какая-то реакция? Да, на мне нагрелись копы! Вы чё, блин? Вы издеваетесь надо мной? Какого фига? У вас же тут вообще нету. Вы все мертвы уже давно. Как это происходит? Ребята, я в шоке просто. Я просто в шоке. Я смогу сесть в этот самолёт? Вот мне просто интересно. Ой, ребята, ребята. Это просто капец. Вы не представляете, какой... Это капец. Он взорвался. Я поплыл. Я поплыл. Я быстрее ухожу отсюда, ребят. У меня большие проблемы. Давай, Франклин, греби, блин, греби. Так, друзья, в таком случае я сейчас сделаю себе вертолётик где-нибудь на верхушке горы и мы доплывём. Точнее, я думаю, дойдём уже до туда. Ну что ж, ребят, позади меня уже стоит наш путь к спасению. Но перед этим я бы хотел ответить, наверное, на вопрос, который возникнет в комментариях. Многие, возможно, напишут, почему же я не использую, например, торнадо, которое можно включить. И, ребятки, я вам скажу почему. Посмотрите на фпс. Их 13. Просто 13 фпс. Я вам это сейчас серьёзно говорю. И мне кажется, выживать во время такого просто нереально. Мне кажется, что она сейчас просто размажет. Я нифига не понимаю. Поэтому, ребятки, торнадо, конечно же, можно включить, но оно просто иимоверно нагружает ваш комп. Это просто какой-то капец. Поэтому, ребятки, я, пожалуй, его отключу, чтобы вы не смотрели на такую фиговую картинку. Оу! Блин! Я! Мне прилетел метеорит, ребята! Да, да, да. Офигеть. Кстати, я тут принял решение, что лучше мне включить годмод на транспорте. Вот потому что на вертолёте я был уверен, что пока я буду до него добираться, либо ещё что-то, его, возможно, много раз заденет. Поэтому, друзья, годмод был обязателен. Иначе мы бы с вами просто до него не добрались. Если бы была открыта военная база, и я бы смог туда пробраться, тогда вопрос другой. Тогда реально можно было бы найти там транспорт и уже на нём взлететь на нормальной площадке. Вот на такой местности, друзья, это реально практически невозможно. Поэтому используем годмод, иначе просто никак. И, ребятки, давайте уже лететь потихонечку. Я вижу, где находится у нас наш ковчег. Вот опять в нас врезался метеорит. Блин, как они такие меткие в меня попадают? Я вообще не понимаю, друзья. Это капец. Ой, рядом со мной пролетел. Офигеть. Всё, ребятки, я лечу. Всё, меньше слов. Реально, нужно лететь. Друзья, вы просто посмотрите, как Лос-Антос выглядит сверху. Это какой-то капец. Он реально весь затоплен со всех сторон. Имеется лишь некоторая часть затопленного города, который находится прямо, можно сказать, по центру. А так вся основная часть уже просто закрыта огромным слоем воды. Это, ребятки, выглядит всё очень круто. Но в то же время это достаточно страшно. Потому что вы представляете, что такое может когда-то произойти. И когда-то такое уже случалось. Но затапливало, конечно же, не города таким цунами и метеоритным дождём. А вот именно на земле такое было. Когда-то уже были подобные крупные апокалипсисы. И я вам скажу, что это, ребятки, просто капец как не клёво. Так что давайте будем пытаться спастись. Я не хочу умирать в этом месте. Мне нужно добраться до ковчега. Где он находится? По-моему, где-то в той стороне. Я его как-то вижу, по-моему, по карте. Оно у нас не очень хорошо прогружается. Да и вообще, в принципе... Да, мы правильно здесь. Вот ковчег. Всё, я его вижу. Там нарисован домик такой. Это, ребятки, хорошо. Летим к ковчегу быстрее. Ребята, я уже вижу ковчег. Это очень круто. Но здесь, по-моему, тоже такие огромные волны. Так, ээээ, блин! Чёрт! Я задел столб! Блин, какая неудачная посадка! Я бы сейчас умер. Хух, чёрт побери. Кто-то, по-моему, с ковчега только что начал полёт. Но мне кажется, что он скоро закончится. Потому что этот паренёк как-то странно водит. И какого фига тут тоже метеоритный дождь? Вы издеваетесь! Я думал, здесь реально ковчег и можно спастись. Ребята, я ошибался. Я просто ошибался. Вы посмотрите, тут есть люди! 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 Ох, все живы. Я приземлился. Это страшнее, чем метеоритный дождь. Так. Нет. Стоп. Серьёзно? Тут нету... Нету метеоритного дождя! А где он тигда? Тигда. Я уже просто начинаю заикаться от этого эпика, ребятки. Ну, серьёзно? Тут нету метеоритного дождика. Это круто. Это круто. И Франклин делает непонятные вещи. Франклин, что ты пытаешься сделать? Я хочу взять оружие. Почему ты делаешь непонятные движения рукой? О, господи. О! Мужик! Мужик! С тобой всё хорошо? Братух. А, тебе нужна помощь? Может, ты ещё жив? Ну, по-моему, ему не очень хорошо. И мне кажется, смысла помогать ему нет. У этого тоже. Братишка! Ты живой? Нет, не живой. Это плохо. Так, по-моему, опять... Ой, опять упало. Чё-то, чё-то падает. Всегда падает. Все пытаются туда прилететь, но не у всех хватает опыта для того, чтобы нормально приземлиться. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Потому что раз мы добрались до Ковчега, нужно всё проверить. Во-первых, огромное количество военных, огромное количество всякого оружия, я так полагаю, всякое продовольствие и прочее. Ой-ой-ой, опять метеориты, метеориты падают. Я ещё жив, я жив, это хорошо. Метеориты вроде маленько прекращаются. В этом месте их не так много, как в центре Лос-Анца. Там их просто падает огромная, огромная туча. Здесь их реально поменьше. Это сильно радует, ребятки. И теперь понятно, почему для Ковчега выбрали именно это место. Так, здесь у нас огромная, как я полагаю, палуба. Можно добраться до верха. Так, давайте это мы сделаем быстренько. Так, 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 давай, давай, братишка, залази, залази. Да, тут очень много места. Волны огромные, отсюда всё выглядит очень круто. Но, ребятки, находиться в этой фигне, в этих волнах, это, ну, это очень страшно и серьёзно. Вот это, это хоть и эпично, но это капец. Опять что-то упало. Там летит самолёт, по-моему, он тоже упал, потому что как-то не странно летают. Братан, тебе хорошо? Вроде как нет. Так. Что? Стоп. Не показалось? На карте. Смотрите на карте. Все стали мне врагами. Я не хотел стрелять. Я же просто прицелился. Ребятки, всё хорошо. Не стреляйте, пожалуйста, я добрый. Так, всё, давайте посмотрим, что наверху. Наверху как-то очень много оборудования, но оно какое-то странное, по-моему. Знаете, что было? Оу! Милитеритным дождём, походу, сломало часть оборудования. Так, ааа! Чёрт, я жив, я жив. Так, что я делаю? Блин, я же могу умереть. Я же не бессмертный. Я уже привык играть за бессмертного Франклина. Уже реально потерялась норовка, как говорится. Но, ух ты, блин. Ух ты, блин. Так здесь можно выбраться на нижние палубы. Но здесь ловить определённо нечего. Потому что всё затопило. И, по-моему, ковчег скоро пойдёт ко дну. Так, выбираемся. Я не хочу здесь умереть. Где выход? Где выход? Блин, я... Я пришёл в место, где я, походу, и погибну, друзья. Окей. Так, ребятки. Вы знаете, ковчегу, по-моему, не очень хорошо. И скоро он реально утонет. И это очень плохо. Потому что я не нашёл место, где можно выжить. Это... Ой, опять метеоритный дождь. Стоп! Стоп, дайте машину! Машину быстрее мне! В руки! Блин, броневик! Давай, 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 Франклин! Франклин, быстрее! Молю тебя, молю, умоляю. Пожалуйста, давай, залази. Так, этот беттер мне поможет. Я не хочу здесь оставаться. Это место меня очень сильно расстроило. Я думал, что здесь можно выжить, а оно тонет. Пошли-ка вы нафиг, я полетел. Вот так вот. Этот беттер может плавать, ребятки, кто не знает. Можно просто так спокойно сейчас кататься по этим волнам. Ох, тышка! Да он катается лучше, чем даже подводные лодки и прочее. Прямо посмотрите, как он рассекает по этим волнам. Ну что ж, друзья. В общем-то, хочу сказать, что наша сегодняшняя вылазка, даже не вылазка, а наше спасение, окончилось, ну, наполовину успешно. Мы нашли транспорт, на котором можно переживать апокалипсис. Это очень крутая, как сказать, даже не знаю, это очень крутая БТРочка, на которой можно реально, во-первых, плавать. Во-вторых, она бронированная, что поможет нам с вами пережить вот эти взрывы. Ну и, конечно же, там можно будет укрыться от какой-нибудь радиации, которая стопудово возникнет после того, как все вот это упадет, и метеориты начнут потихонечку ее излучать. Поэтому, ребятки, все у нас хорошо, и могу сказать, что мы с вами закончили нашу сегодняшнюю серию достаточно удачно. Ну, а если она вам понравилась, и вы хотите поддержать этот ролик лайком, то я буду вам очень, меня опять попали, очень благодарен. Так что, ребятки, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если хотите видеть больше роликов, ну и, конечно же, добавляйте мои видео в избранное, хотя вроде так уже никто не делает, но дофиг с ним. Короче, ребят, всем спасибо за просмотр, до скорых встреч.